Наталья, здравствуйте. Вот обращаюсь еще раз. Я женщина позвонила по дружбе, где детская поликлиника. Собаку изгрызли, вся отразорванная лежит, вся задница, и никто помочь ей не может. То ли, может быть, с кобелями она, кобелек тоже, ходила, они ее из-за ревности погрызли. В общем, лежит и в этой крови лужи, и никто не может помочь. У вас нет возможности доехать и посмотреть, стоит ее спасти или не, вернее, можно ее спасти или нет, или она сама залижет это все. Как вы думаете? Да, вы сходите, если найдете, увидите, тогда мне прям голосовые, либо этот скидывайте, либо звоните, я проконсультирую, что можно сделать и что предпринять. Хорошо? Вот. И волонтеры у меня просто на работе тоже, я в больнице лежу-то. И поэтому, в общем, ну, если найдете, если найдете, да, как этот, сразу мне тогда отзвоните, ну, прозвоните, я вам перезвоню, а там дальше уже наши действия будут, ну, будем спасать, помогать. Насколько возможно, хоть отсюда я хоть что-то сделаю. Спасибо вам. Наташа, добрый вечер. Вот Татьяна. Подошла я к этой собаке, нашла, но у нее задние, по-моему, задние ноги вообще парализованные. Она лежит, вот я ей косточек принесла, и она лежит сейчас под березкой. Это, по-моему, дружба. Ну, детская поликлиника, прям напротив, дом, где станция переливания крови, она прям под березкой лежит. Но я боюсь подойти к ней, она какая-то грустная. И у нее задница, да, в крови, но она больная собачка, парализованная. А тут вот еще рядом бегают с дырками, наверное, стерилизованные, я так поняла, три собаки такие классные, хорошие. Ну, это ладно, они хоть убегут, а эта лежит под березкой. Я не знаю, что с ней сделать, она крупная собака, и поднять я ее не смогу. И уже вечер, куда мне с ней? Ну, она вот, я ей положила покушать, она даже кушать не кушает. Вот такие дела. Если информацию я тебе дала, если вдруг кто-то из твоих волонтеров может приехать посмотреть, пусть посмотрит. Наташа, как вам сказать, быстрейшего выздоровления, конечно, это прям катастрофа, у вас нет здесь, Ефремови. Я сама лично не видела эту собаку, я сама сейчас после работы побегу туда, посмотрю, если вдруг что-то, моя нужна помощь, я, конечно, ей окажу. Ну, спасибо большое, что прочли и ответили. Доброе утро, Наталья, спасибо вам большое за помощь этой собачки. Я утром ходила, да, ее там не оказалось. Я почему-то так и думала, что ее забрали ребятки. Воды им принесла корм, но нет. Ну, я других собачек покормила. Спасибо вам большое еще раз и быстрее выздоравливайте, вы нам так нужны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok